Сегодня вы выпустили в статус в статус молодого Иванова, в первом тайме заменили его и Фатай, но они оба неплохо себя проявили, честно, потому как казалось, почему решили эти корректировки. Коля Иванова, во-первых, поменяли не потому, что плохо выглядела, а потому, что изобилие в первом тайме ледро, Коля не смог просто продолжить. И для нас это много потери, потому что мы надеялись на стандарты Коли, но удивилось сегодня то, что не только сегодня, вот уже анализ последних игр показывает, что мы очень мало зарабатываем стандарты. Вот здесь штрафной очень мало форварда цепляется, очень мало зарабатываем стандарты. Поэтому и Фатай сегодня поменяли в первом тайме, все-таки игрок такого уровня, мы считаем, должен цепляться за мячи более качественно. И при этом опять поменяли на Богомольского, потому что все-таки хотим, чтобы соперник не начинал вот так, все-таки Егор более агрессивный в отборе, более, ну, ищет эти свободные зоны за спиной соперника, поэтому опять выпустили его. Но, к сожалению, прежде всего хочется извиниться перед нашими болельщиками, потому что, ну, такое безволие, как было сегодня, на это нельзя смотреть. При этом опять не пропустили, но при этом очень беззубо играем в атаке, очень беззубо. Вы заменили в Фатайе уже третий матч подряд, то есть, представьте, к нему не только по следующей серии. Да, я же постоянно говорю на пресс-конференции, не хватает агрессии в обороне. Мы, нам нужен игрок форвард, который более агрессивный в зоне обороны соперника. Нам нужен более агрессивный, поэтому мы идем через молодого. Если вы заметили, мы сегодня Колю поставили, Коля очень качественный, обладает передачами длинными. То есть, быстрая смена направления атаки в его исполнении, это хороший козырь, плюс стандарты. Ну, сегодня не пошли у Коли стандарты, жалко, конечно. Плюс не так много их зарабатывали, можно сказать, даже ни одного не заработали. Максим, продолжаем. А, как вам кажется, ваш стомат сыграли сегодня? Нет, не сыграли. Если мы не прошли и не забили, значит, не сыграли. После матча болельщики много чего кричали, ваш адрес призвали уходить. Как на это отреагировали? Ну, это нормальное состояние. Болельщики хотят побед. Мы не выигрываем последний матч. При этом ты же болельщикам не объясни, что мы не пропускаем, но не можем забить. Забить я не могу в эти забить. Понимаете? Оставили Колю. Оставили Колю, я же говорю, по соображениям того, что Коля обладает длинными передачами, качественными. И Коля обладает стандартами хорошими. И учитывая то, что нужно было отыгрываться, не нужно было и Яхая в опорную зону оставлять. И Олихновича слишком много игроков оборонительного плана. Мы все-таки сделали акцент. Если вы заметили, мы вернули и Галазая. Вернули. Сегодня мы вернули большую группу игроков. И при этом мы еще планировали в замену взять и Вергейчка. Тоже форварда. Но сегодня получили утром обед документ, что Вергейчек дисквалифицирован на 4 матча. Все. Макс? Вы сказали, что такого безволия как сегодня быть не должно. Что делать, чтобы это не просто делать? Подумаем, проанализируем, пообщаемся с игроками. Пообщаемся и примем решение. Все равно надо посмотреть в любом случае между предыдущей игрой, где очень много у нас игра забрала и силы, и энергии. Могли не до восстановиться. Посмотрим, проанализируем. Афаналик, Северная Девестра, можно ли сказать, что Витебску было не нужнее в связи с тем, что в Динамо есть путевка, а в Раковке Витебска еще нет и на их родном стадионе пенал пройдет? Нет, я думаю, что нет. Мы тоже хотели выйти. Очень хотели выйти. И в конце такой навал уже пошел. Но я же всегда говорю, кубок это самый короткий путь к трофею. Поэтому, ну сегодня не получилось. Ваш Кедрико сказал, что во втором тайме начался обезбашенный футбол. Команды забыли о татчике, о расстановках. Согласны, Сеть? Да, согласен. Уже пошло безволие такое. Но нам нужно было забить, естественно, мы оголели тылы. Мы уже туда Дьякова подключили на длинные передачи. Согласен, скорее. Владимир Кривенович, в Беларуси. Цигиев обычно может отыграть, хорошо подать, но что-то, если не вышел, не может по матче. Вы в матче неделю играете или ничего? Нет, у него была травма, там, на тренировке он получил. Мы ему дали паузу. Поэтому Леша играл сегодня. Но я не могу сказать по обороне. Смотрите, в любом случае вся оборона сыграла опять на ноль. Мы же не можем сказать, что замены, которые мы там в обороне произвели, она произвела там взятие ворот. И мы проиграли. Мы опять не пропустили. Но у нас другой вопрос. Мы не можем забить. И мы с большим трудом создаем моменты в атаке. Вот это такой звоночек не очень хороший. Поэтому мы постоянно ищем вот эти сочетания. Вы же посмотрите. И Зубович у нас выходит. И Богомольский выходит. И Фатай. И Белонога, если вы заметили, мы используем в той позиции. Он вообще не форвард. Он не форвард. Но я говорил, понимание того, что нам не хватает одного форварда, нам нужно два. Мы пробуем в этой позиции. И Белонога пробуем. И Богомольскому даем шанс. Ничего страшного, не забивает молодой игрок. Будем надеяться, что забьет. Алексей. Впоследствии, мы в ваших болезнях все-таки перепалка с болельщиками. Как я к этому относиться? Ну, я не знаю, первый раз от вас слышу. Если это было, разберемся.